Дисбаланс на рынке труда, особенности профессиональной ориентации, требования к образовательным учреждениям, готовящим специалистов для промышленности республики. Эти и многие другие вопросы обсудили сегодня на расширенном заседании коллегии Минобразования, которое прошло в ресурсном центре открытого акционерного общества ЧАС. Взаимодействие образовательных учреждений всех уровней и предприятий направлено на создание системы непрерывного профессионального образования. В этих целях созданы четыре многофункциональных центра прикладных квалификаций, приоритетом которых является подготовка и переподготовка кадров для работы в отраслях, обеспечивающих модернизацию и технологическое развитие экономики республики. Планируется создание еще трех таких центров по кластерному принципу. С каждым годом между образовательными учреждениями и предприятиями заключается все больше договоров о прохождении практики, о подготовке специалистов под заказ. Число студентов, обучающихся на контрактной основе, увеличилось в два раза. В то же время нерешенными остаются ряд проблем. Для эффективного функционирования центров прикладных квалификаций необходим педагогический потенциал, обеспечивающий кратковременную подготовку кадров. Хорошо знающих производство на сегодняшний день, обратите внимание, только 10% от общего числа преподавателей, спецдисциплин и 18% от общего числа мастеров производственного обучения прошли стажировку на современном технологичном оборудовании на предприятиях и в организациях. Кроме того, нет устойчивого спроса на выпускников, владеющих навыками работы на современном оборудовании, так как работодатели просто не могут обеспечить им соответствующие их компетенции рабочие места. Ограниченное количество часов, выделенных на профориентацию в школьной программе, также не позволяет вести ее качественно. Отсюда и дисбаланс на рынке труда. На предприятии численность порядка 2700 человек. На сегодняшний день требуется порядка 50 человек рабочих специальностей, 40 человек инженерно-технических специальностей. Этот дефицит нельзя восполнить с улицы, потому что готовых специалистов такого уровня, а требуются именно высококвалифицированные специалисты, их просто нет на улице. Глава Чувашии Михаил Игнатьев заметил, в числе факторов, определяющих инвестиционную привлекательность региона, один из важнейших – кадровый потенциал. Известно, что в Чувашии всегда была развита электротехническая школа. Власти намерены и дальше поддерживать инженерное направление. Первое, что мы сделали, приняли волевое решение. В прошлом году 78 школьников, которые закончили и поступили на факультеты по специальности физика-математика, так скажу, 2000 рублей мы сейчас выплачиваем. То есть, кроме той стипендии, соответственно, депутаты госсовета тоже поддержали. Небольшие деньги, но для того, чтобы они знали. Они будут ходить на заводы, они уже на третьем курсе будут проходить практику. И работодатели на сегодняшний день уже их привлекают на производство, и они после завершения, если дальше там не будут заниматься научной деятельностью, обеспечены хорошим, достойным рабочим местом. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика.